информационный блок покупай выгодно на яндекс маркет средства для ухода за волосами и средства по уходу за телом со скидкой 30 процентов по промокоду от канала или аксессуары для мобильных телефонов 3 по цене 2 еще больше выгодных и экономных покупок по ссылке в описании информационный блок стадо гириона вы уж простите месье пуаро что я к вам так без приглашения мисс карнеби судорожно стиснула сумочку и подалась вперед стараясь заглянуть пуаро в глаза говорила она как обычно запыхавшись пуаро слегка поднял брови вы ведь помните меня правда сплошилась мисс карнебе в глазах пуаро зажегся огонек еще бы вас не помнить наверное вы самая удачливая преступница из тех с которыми мне приходилось сталкиваться боже мой месье пуаро ну зачем же так вы были так добры ко мне мы с эмили часто вас вспоминаем а все что у вас попадается в газетах вырезаем и вклеиваем в альбом а о гастеса научили новому трюку мы ему говорим умри за шерлока холмса умри за мистера форчуна умри за сэра генри нервилла он и не думает слушаться а когда мы говорим умри за месье эркюля пуаро он тут же ложится и лежит неподвижно пока мы не разрешим ему встать весьма польщен сказал поро как он шер агустес мисс карнеби всплеснула руками и рассыпалась в аллах своему пикенесу омзе поро он стал еще умнее он все понимает знаете я тут как-то засмотрелась на младенца в коляске и вдруг чувствую кто-то дергает поводок оборачиваюсь а это о гастес старается вылезти из ошейника но разве не умница огонек в глазах поро стал еще ярче похоже ваш песик все-таки был не чужд преступных наклонностей мисс карнеби это не показалось смешным напротив на ее милое пухлое личико легла тень тревоги о месье поро выдохнула она я так волнуюсь в чем же дело участливо поинтересовался поро знаете месье поро я так боюсь мне кажется что я закоренелая преступница мне приходит в голову разные мысли какие например совершенно неожиданные скажем не далее как вчера у меня возник план ограбления почты и ведь я ни о чем таком не думала просто он вдруг возник сам собой и еще очень остроумный способ избежать уплаты таможенных сборов я уверена совершенно уверена что это сработало бы не сомневаюсь сухо обронил поро как бы ваши идеи не довели вас до беды я очень расстроена месье поро человеку воспитанному как я в строгих правилах тяжело сознавать что он способен на такие грешные мысли наверное причина в том что у меня сейчас много свободного времени я ушла от леди хоггин и нанялась к одной старой даме чтицы и секретаршей она мне каждый день диктует письма но это занимает от силы два часа а едва я начинаю читать она тут же засыпает мне абсолютно нечего делать а мы-то с вами знаем что безделье мать всех пороков поро сочувственно подсокал языком я недавно прочла одну книгу перевод с немецкого там очень точно трактуют проблему преступных наклонностей как я поняла главное это правильно направить свои порывы там еще такое словечко сублимировать вот поэтому я собственно и пришла слушаю вас видите ли месье поро я думаю что дело не столько в моей порочности сколько в жажде острых ощущений к сожалению жизнь моя всегда была очень скучной собственно я по-настоящему жила только во время той кампании с похищением пекинесов это разумеется достойно осуждения но как сказано в моей любимой книге нужно смотреть правде в глаза и что я подумала месье поро наверное можно было бы как-то использовать эту мою жажду острых ощущений найти ей более достойное применение а протянул поро так вы видите себя в роли моей коллеги я понимаю что чересчур самоуверенно зарделась мисс карнебе но вы были так добры ко мне она не договорила ее глаза поблекшие голубые глаза смотрели на него умоляющим так смотрят на хозяина пес вопреки всему надеющийся что его возьмут на прогулку а что неплохая идея пробормотал поро я конечно звезд с неба не хватаю пояснила мисс карнебе но могу сыграть очень даже достоверно а как же иначе без этого в компаньонках и дня не продержишься сколько раз убеждалась что казаться глупее чем ты есть иногда очень даже выгодно вы меня покорили мадмуазель засмеялся поро о месье поро до чего же вы добры так значит я могу надеяться кстати я недавно получила небольшое наследство очень небольшое но теперь нам сестрой есть на что жить пусть скромно так что я больше не завишу от своих заработков давайте подумаем где можно найти применение вашим талантом нет ли у вас самой какой-нибудь идеи месье поро вы просто читаете мои мысли я в последнее время очень беспокоюсь об одной моей подруги конечно вы можете сказать что все это просто глупости вздорные фантазии старой девы но люди вообще склонны преувеличивать и во всяком случайном совпадении искать злой умысел не думаю что вы грешите мнительностью мисс карнебе рассказывайте что вас тревожит понимаете это моя очень близкая подруга хотя в последнее время мы редко видимся ее зовут эмилин клэк они с мужем жили на севере англии несколько лет назад муж умер оставив ей весьма солидное состояние после его смерти ей было очень одиноко а она в некоторых отношениях чересчур доверчива религия месье поро конечно великое благо она может поддержать человека но только если это истинная религия это какая же католическая осведомился поро нет нет что вы ужаснулась мисс карнебе английская конечно католиков я не очень-то жалую но они по крайней мере официально признаны методисты или там конгрегационалисты тоже достаточно известные и респектабельные организации я имею ввиду все эти странные секты растущие буквально как грибы после дождя определенная притягательность в них конечно есть а вот их цели совсем не уверена что тут замешаны исключительно религиозные чувства так вы считаете что ваша подруга стала жертвой подобной секты считаю месье поро конечно считаю они себя называют стадом пастыря их штаб-квартира в деваншире в святилище зеленых холмов чудесном поместье на берегу моря новообращенные отправляются туда как они говорят ради отрешения оно продолжается две недели со службами и ритуалами и еще в году они отмечают три больших праздника начало пасть бы разгар пасть бы и жатву пасть бы жатву но как можно жать пасть бу да все это несусветная чушь жаром воскликнула мисс карнебе во главе секты великий пастырь как они его называют некий доктор андерсон насколько мне известно весьма красивый импозантный мужчина что привлекает женщин не так ли боюсь что так вздохнула мисс карнебе мой отец был очень красивым мужчиной и иногда это создавало большие неудобства такие страсти разгорались насчет того кому вышивать облачение или делать какую-то работу в церкви мисс карнебе покачала головой при воспоминании о давних приходских страстях а что в этой секте состоят в основном женщины ну да а те немногие мужчины что там есть их примерно четверть просто чокнутые успех этой фантазии зависит от женщин и от средств которые они жертвуют оживился поро так вот в чем дело короче говоря вы считаете этот пастырь обыкновенный мошенник если честно да месье поро кроме того меня беспокоит еще одно обстоятельство мне стало известно что моя бедная подруга настолько увлеклась этой религии что недавно составила завещание по которому все ее имущество отходит стаду пастыря ей намекнули что это следует сделать по правде говоря нет она сама до этого додумалась мол великий пастырь указал ей новый путь в жизни так пусть все чем она владеет после ее смерти послужит великому делу меня собственно волнует не это да да продолжайте пожалуйста среди таких же истово верующих было несколько весьма состоятельных женщин за последний год три из них умерли предварительно завещав все деньги секте да а их родные по моему в таких случаях они обычно подают в суд видите ли месье поро к ним обычно приходят одинокие женщины те у кого нет ни близких родственников ни друзей поро задумчиво кивнул конечно я не вправе ничего утверждать заторопилась мисс карнебе судя потому что мне удалось выяснить ничего подозрительного ни в одной из этих смертей не было одна женщина умерла от воспаления легких другая от язвы желудка да и умирали они не в светилище зеленых холмов а в собственных домах уверена что все это чистая случайность но но мне бы не хотелось чтобы с эмилин произошло нечто подобное стиснув руки она умоляюще взглянула на поро поро молчал размышляя когда он заговорил вновь то он его стал строже и серьезнее вы не могли бы раздобыть имена и адреса умерших в последнее время членов секты да конечно месье поро мадмуазель я считаю вас чрезвычайно храброй и решительной женщиной к тому же у вас прекрасные актерские способности согласитесь ли вы на одну весьма рискованную авантюру я только об этом и мечтаю заявила жаждущее приключение мисс карнеби игра действительно очень опасная предостерег ее поро или все наши подозрения и яйца выеденного не стоят или или эти люди пойдут на все чтобы выяснить как все обстоит на самом деле вам придется самой стать овечкой и присоединиться к стаду этого пастыря на кстати думаю вам стоит преувеличить размеры недавно полученного наследства вы теперь состоятельная женщина не знающая чем себя занять заведите разговор с вашей подругой эмилин по поводу принятой ею религии постарайтесь разъяснить ей что все это чушь в ответ она постарается переубедить вас вы позволите ей себя уговорить и отправитесь в святилище зеленых холмов а уж там не устоите перед красноречием и обаянием доктора андерсона полагаю мне не надо учить вас как все это разыгрывать мисс карнеби скромно улыбнулась думаю я справлюсь пробормотала она ну друг мой что вы для меня прислали старший инспектор джеб задумчиво посмотрел на маленького бельгийца совсем не то что мне хотелось бы пуаро сказал он с сожалением терпеть не могу длинноволосых фанатиков которые всякой чушью забивают головы женщинам но этот малый держит ухо востро подловить его просто не на чем выглядит странновато но совершенно безобидный а что вам вообще удалось узнать об этом докторе андерсоне когда-то он был подающим надежды химиком но вроде бы за то что мать у него еврейка его выгнали из какого-то немецкого университета интересуется разными восточными штуками посвящал этому все свободное время и даже публиковал кое-какие статьи по мне так бредовые то есть не исключено что он и в самом деле религиозный фанатик похоже на то а как насчет тех имен и адресов что я вам передал никаких зацепок мисс эверет умерла от язвенного куколита доктор уверен что никаких фокусов там не было миссис лойд скончалась от воспаления легких леди вестерн от туберкулеза страдала и много лет задолго до того как связалась с этими блаженными мисс ли умерла от тифа который как считают подцепила где-то на севере англии три из них заболели и умерли дома а мисс лойд в гостинице на юге франции со стадом пастыря или резиденции андерсона в деваншире их кончина никак не связано скорее всего невероятное совпадение все стерильно как в аптеке и тем не менее моншер вздохнул пуаро меня не оставляет ощущение того что мне предстоит совершить десятый подвиг геракла а доктор андерсон никто иной как великан гирион которого я должен уничтожить послушайте пуаро во взгляде джепа мелькнула тревога вы что тоже начитались каких-то странных книжонок мои замечания если вы способны что-либо замечать всегда разумны и как нельзя более уместны с достоинством ответствовал пуаро вам в пору самому основать какую-нибудь секту съязвил джеп а главным постулатом пусть будет нет никого умнее эркюля пуаро мудрейшего среди смертных во веки веков аминь и так повторять день за днем что мне здесь нравится так это покой восторженно сказала мисс карнебе жадно вдыхая воздух а что я тебе говорила эйми отозвалась эмлин клэк подруги сидели на склоне холма любуюсь чудесный синевой море ярко зеленела трава а земля и утесы казались огненно красными имение известное с некоторых пор под названием светилище зеленых холмов располагалось на мысе площадью примерно в шесть акров с большой землей мыс соединяла совсем тонкая полоска суши так что это был почти остров вот так красная земля с надрывом произнесла миссис клэк светозарная и обетованная там должно свершиться троичное предначертание учитель так чудесно говорила об этом вчера на вечерней службе вздохнула мисс карнебе погоди отозвалась ее подруга ты еще не видела сегодняшнего празднества вечером разгар пасть бы я жду его с таким нетерпением призналась мисс карнебе это такое чудо ни с чем не сравнишь заверила ее миссис клэк в святилище зеленых холмов мисс карнебе приехала за неделю до описываемых событий весьма решительном настроении ну что это за чушь эми ты же умная женщина и так далее и тому подобное беседуя с доктором андерсоном она не скрывала своих чувств мне бы не хотелось создавать у вас сложное впечатление о себе доктор андерсон мой отец был священником англиканской церкви и я всегда была тверда в вере языческие учения не для меня высокий златовласый доктор снисходительно взглянул на сидящую напротив воинственной позе пухлую даму и улыбнулся понимающей улыбкой дорогая мисс карнебе сказал он вы подруга миссис клэк и уже поэтому мы вам рады и поверьте наше учение не язычество мы чтим все религии и ко всем верующим относимся с равным уважением этого быть не должно отрезала непреклонная дочь преподобного томаса карнебе в доме отца моего обителей много откинувшись на спинку стула произнес своим звучным голосом учитель помните это мисс карнебе он и в самом деле очень красивый мужчина признала после аудиенции мисс карнебе да согласилась миссис клэк а какая у него душа просто ангел мисс карнебе не возражала она тоже ощутила это какую-то ауру духовности чего-то неземного усилием воли она взяла себя в руки не затем она явилась сюда чтобы подпасть под обаяние духовное или не очень великого пастыря мисс карнебе представила себе эркюля фуаро он казался сейчас бесконечно далеким и чересчур уж мирским эйми сказала себе мисс карнебе возьми себя в руки вспомни ради чего ты здесь но чем дальше тем больше она чувствовала как зачаровывают ее зеленые холмы покой простота вкуснейшая хоть и простая еда красота служб с песнопениями о любви и поклонении безыскусные трогательные слова учителя взывающие к самым лучшим и чистым помыслом здесь не было места раздором и мерзостям мира здесь были только покой и любовь и вот сегодня должно было состояться великое летнее празднество празднество разгара пастьбы именно на нем ей эмили карнебе предстояло приобщиться к новой вере и вступить в стадо празднество проводилось в ярко белом бетонном здании которое посвященные называли священным загоном адепты учения собрались там перед заходом солнца на них были плащи из овечьих шкур из под которых виднелись только руки на ногах сандалия в центре загона на возвышении стоял доктор андерсон никогда еще этот златовласый и голубоглазый великан со светлой бородой и точеным профилем не выглядел столь неотразимым на нем была зеленая мантия а в руках золотой пастушечий посох он воздел посох вверх и в собрании наступила мертвая тишина где мои овцы мы здесь о пастырь последовал дружный ответ да возрадуются сердца ваше весельем и благодарением это праздник веселья праздник веселье и мы веселы более не будет у вас ни горя ни боли только веселье только веселье сколько глав у пастыря три главы глава золотая глава серебряная глава из звонкой меди сколько тел у овцы три тела тело плоти тело скверны и тело света как будете вы утверждены в стаде таинством на крови готовы ли вы принять таинство готовы завяжите глаза и протяните вперед правую руку все послушно завязали глаза предназначенными для этой цели зелеными шарфами мисс карнебе тоже протянула вперед руку великий пастырь обходил ряды своего стада сопровождаемые вскриками и стонами то ли от боли то ли экстазом какое святотатство яростно прошептала про себя мисс карнебе самая настоящая религиозная истерия достойное сожаление ну нет я на эти фокусы не поддамся мое дело наблюдать за реакции этих заблудших я никогда великий пастырь приблизился к ней она почувствовала как он взял ее за руку и вдруг ощутила жгучую боль как от укола иглой таинство на крови несущее веселье пробубнил пастырь перед тем как отправиться дальше наконец раздался голос снимите повязки и возрадуйтесь усладом духа мисс карнебе оглянулась вокруг солнце заходило вместе со всеми она потянулась к выходу из загона внезапно на нее нахлынуло странное ликование ощущение необъяснимого счастья она опустилась на поросший мягкой травой холмик из чего это она считала себя никому не нужной одинокой старухой жизнь прекрасна и сама она прекрасна ей дано мыслить и мечтать ей под силу самые дерзкие задачи ее охватил необычайный подъем братья и сестры по вере казалось вдруг превратились в великанов вижу проходящих людей как деревья благоговейно прошептала мисс карнебе она подняла руку это был не просто взмах это был жест повелительницы цезарь наполеон гитлер что за жалкие никчемные людишки им литигаться с эйми карнебе она завтра же установит всеобщий мир все люди на земле станут братьями не будет больше ни воин ни бедности и болезней она эйми карнебе построит новый мир но спешить некуда время бесконечно минуты течет за минутой час за часом в руках и ногах тяжесть но сознание упоительно свободно и бороздит вселенную она спит но во сне огромные пространства просторные здания новый чудесный мир постепенно мир съежился мисс карнебе зевнув размяла затекшие члены что произошло со вчерашнего дня она кажется грезила при свете луны мисс карнебе с трудом различила стрелки на часах к ее удивлению они показывали без четверти десять солнце зашло в десять минут девятого всего час тридцать пять минут назад немыслимо и тем не менее весьма любопытно сказала себе мисс карнебе вы должны строго придерживаться моих указаний сказал поро не малейших отступлений но конечно миссия поро обещаю вы говорили о своем намерении сделать пожертвование да миссия поро самим учителем то бишь простите доктором андерсоном я очень эмоционально поведала ему о том каким чудесным откровением стали для меня зеленые холмы как я пришла чтобы осмеять но вместо этого уверовала знаете мне эти признания очень легко дались доктор андерсон меня просто заворожил похоже на то сухо обронил поро он держался очень убедительным полное впечатление что до денег ему нет никакого дела пожертвуйте что можете сказал он улыбаясь своей чудесной улыбкой а если вам нечего пожертвовать не беда вы все равно теперь с нами о доктор андерсон сказала я не так уж я бедна я недавно унаследовала от дальней родственницы кругленькую сумму и хотя я не могу распоряжаться этими деньгами пока они будут улажены юридические формальности одну вещь я хочу сделать прямо сейчас и тут я объяснила что хочу составить завещание и оставить все свое состояние своим новым сестрам и братьям поскольку у меня нет близких родственников и как он принял ваш дар он отнесся к этому с полным безразличием стал уверять что мне рано думать о смерти что впереди у меня долгая жизнь полной радости и духовных откровений он был очень трогателен не сомневаюсь тонн пуаро был убийственно сух вы говорили о своем здоровье продолжал он да месье поро я сказала что у меня были проблемы с легкими было несколько рецидивов но несколько лет назад я лечилась в одном санатории и надеюсь вылечилась окончательно прекрасно хотя по правде сказать я не понимаю зачем нужно было говорить будто я предрасположена к туберкулезу когда легкие у меня здоровее не бывает можете быть уверены что это было совершенно необходимо а о вашей подруге вы упомянули да я сказала под большим секретом что кроме состояния унаследованного от мужа эмилин в скором времени унаследует еще более крупную сумму от любимой тетушки бьен это должно на время обезопасить миссис клэк месье поро вы в самом деле думаете что тут что-то не так именно это я и собираюсь выяснить а вы встречали в святилище некоего мистера коула да в последний раз там был какой-то мистер коул странный тип носит ярко зеленые шорты и ест одну капусту очень ревностный последователь учения бьен все идет как должно благодарю вас за проделанную работу теперь к осеннему празднеству все готово мисс карнеби одну минуточку мистер коул вцепился в рукав своей невольной собеседнице глаза его лихорадочно блестели мне было видение чудесное видение я должен вам о нем рассказать мисс карнеби тяжело вздохнула мистер коул и его видение внушали ей некоторый страх иногда ей всерьез казалось что мистер коул не в своем уме а уж эти его видения ее не на шутку смущали они напоминали некоторые откровенные пассажи из новомодной немецкой книги о подсознании которую она читала до поездки в деван мистер коул возбужденно заговорил я как раз медитировал размышлял о полноте жизни о высшей радости единства и вдруг глаза мои открылись и я увидел мисс карнеби собралась с духом надеясь что на этот раз мистер коул представилась не то что в прошлый когда он же выписал священный брак бога и богини в древнем шумере я видел тяжело дыша склонился к ней мистер коул и глаза его в этот момент были действительно безумными я увидел илию нисходящего с небес на своей огненной колеснице у мисс карнеби отлегло от сердца против ильи она ничего не имела внизу продолжил мистер коул были алтари вала сотни и сотни алтарей и мне был голос вишь пиши и свидетельствуй то что увидишь он замолчал и мисс карнеби вежливо откликнулась да на алтарях возлежали предназначенные в жертву связанные веревками девственницы сотни прекрасных ногих дев мистер коул облизал подергивающиеся губы мисс карнеби зарделась потом налетели вороны вороны одина летевшие с севера они соединились с воронами ильи и закружили в небе они камнем падали вниз выклевывая глаза жертвам и был плач и скрежет зубовный и глаз возвал зри жертвоприношение ибо в сей день заключат и егова и один кровное братство потом жрецы накинулись на свои жертвы с воздетыми кинжалами и стали кромсать их тела отчаянным усилием мисс карнеби вырвала руку у своего мучителя у которого от садистского наслаждения выступила пена на губах прошу меня извинить она торопливо заговорила с липскомом который жил в сторожке у ворот зеленых холмов он по счастью проходил мимо я хотела спросить выпалила мисс карнеби не находили ли вы мою брошь я ее наверное где-то здесь обронила липском которого чудесным образом не касались разлитые в воздухе зеленых холмов доброта и мягкость проворчал что никакой броши в глаза не видел и вообще не его это дело искать потерянные вещи но как он не старался отделаться от мисс карнеби она шла за ним лепеча что-то про свою брошь пока не оказалась на безопасном расстоянии от пылкого мистера коула в это время из великого загона показался сам учитель и мисс карнеби ободренная его ласковой улыбкой решилась поделиться с ним своими опасениями как вам кажется мистер коул вполне вполне учитель положил руку ей на плечо вы должны отринуть страх сказал он идеальная любовь отрешается от страха но мне кажется мистер коул не в своем уме эти его видения пока что объяснил учитель восприятие его несовершенно он смотрит сквозь очки собственной плотской природы но придет день когда дух восторжествует над плотью и он будет видеть то что должно мисс карнеби смутилась конечно раз так преодолев неловкость она решила посетовать по менее существенному поводу а не уж то липском не может быть повежливее учитель вновь одарил ее своей божественной улыбкой липском верный цепной пес он не отесан прост душой но зато предан нам всецело и он широким шагом отправился дальше мисс карнеби видела как он положил руку на плечо мистеру коулу и понадеялась что влияние учителя изменит ракурс его будущих видений так или иначе до осеннего празднества оставалось всего неделя накануне празднества мисс карнеби встретилась с аркюлем пуаро в маленькой кофейне городка ньютон-вудбери разрумянившаяся мисс карнеби была чем-то непривычно взбудоражена она нервно крошила пальцами кекс и односложно отвечала на вопросы сколько человек будет присутствовать на празднестве спросил он среди прочего думаю 120 эмилин конечно и мистер коул тоже он в последнее время ведет себя очень странно у него видение он мне их иногда пересказывает это так дико надеюсь искренне надеюсь что он здравом уме и еще там будет много новообращенных почти 20 человек прекрасно вы помните что вам надлежит сделать после секундной паузы мисс карнеби сказала изменившимся голосом я помню конечно что вы мне сказали месье пуаро но делать этого не стану пуаро удивленно возрелся на нее мисс карнеби поднялась на ноги и вдруг истерично воскликнула вы послали меня сюда шпионить за доктором андерсоном вы подозреваете его во всех смертных грехах а он замечательный человек и великий учитель я верю ему всей душой и больше не желаю следить за ним я одна из овец пастыря учитель готовится возвестить миру новое откровение и я отныне принадлежу ему душой и телом и позвольте мне самой заплатить за свой чай мисс карнеби выложила на стол шиллинг и трепенца слегка смазав этим пафос своей речи и ринулась к выходу вот это да только и смог вымолвить пуаро официантки пришлось дважды обратиться к нему прежде чем он сообразил что она принесла счет встретившись с любопытным взглядом мрачного типа сидевшего за соседним столиком пару покраснел и спешно расплатившись вышел он лихорадочно обдумывал ситуацию овцы вновь собрались в великом загоне и скандировали ритуальные ответы на ритуальные вопросы готовы ли вы к причастию готовы завяжите глаза и протяните вперед правую руку великий пастырь необыкновенно величественный в зеленом одеянии двинулся вдоль ожидающих рядов пожиратель капусты и духовидец мистер коул стоявший рядом с мисс карнеби шумно сглотнул от боли и экстаза когда игла впилась ему в кожу великий пастырь остановился рядом с мисс карнеби он дотронулся до ее руки и нет не выйдет невероятные неслыханные слова короткая схватка гневный рык снять с глаз зеленые повязки овцы узрели поразительную картину великий пастырь зажат словно в тисках одетый в овечью шкуру мистером коулом и еще одним адептом странно преобразовавшийся мистер коул профессиональный скороговоркой произнес у меня ордер на ваш арест предупреждаю что все сказанное вами может быть использовано против вас в суде у двери загона появились новые действующие лица в голубой полицейской форме эта полиция крикнул кто-то они уводят от нас учителя они уводят учителя все были в шоке великий пастырь представлялся и мучеником страждущим как все великие учителя от преследований невежественного мира тем временем инспектор коул тщательно упаковывал шприц выпавший из рук великого пастыря отважная моя соратница пару горячо пожал руку мисс карнебе и представил ее старшему инспектору джепу первоклассная работа мисс карнебе признал старший инспектор без вас у нас ничего бы не вышло честное слово боже мой взволновалась мисс карнебе как это мило с вашей стороны что вы так говорите должна признаться я получила истинное удовольствие такое возбуждение я чувствовала себя актрисой которая должна хорошо сыграть свою роль иногда меня заносило и я в самом деле ощущала себя одной из этих глупышек в этом секрет вашего успеха пояснил джеп вы были сами собой любую фальшь этот джентльмен мигом бы учуял очень хитрый мерзавец тогда в кофейне это было ужасно обернулась к пуаром из карнебе я не знала что делать пришлось действовать экспромтом вы были великолепны заверил пуаро на секунду я решил что кто-то из нас сошел с ума мне вдруг почудилось что вы говорите серьезно это было для меня таким ударом вздохнула мисс карнебе только мы с вами начали тогда беседовать я увидела в зеркале липском о которого доктор называл верным псом он там у них сторож не знаю случайность ли это или он следил за мной но как я уже сказала мне пришлось действовать экспромтом и надеяться что вы меня поймете я вас понял улыбнулся пуаро в пределах слышимости сидел только один человек и я выйдя из кофейни тут же попросил организовать за ним слежку когда он направился прямиком в святилище я понял что могу на вас положиться и что вы меня не подведете но я очень за вас волновался ведь после встречи с ним игра стала более опасной а это правда было опасно что было в том шприце кто расскажет спросил джеб вы или я мадмуазель начал пуаро этот доктор андерсон изобрел идеальную схему убийств все по науке большую часть жизни он посвятил бактериологическим исследованиям под другим именем он завел в шеффилде химическую лабораторию где выводил культуры разных бацилл на празднествах он имел обыкновение вводить своим последователям небольшую но вполне достаточную дозу каннабис индика известного также под названием бханг и гашиш это порождало необычайный объем сил радостное возбуждение и привязывало к нему его так называемых почитателей это и были обещанные им духовные радости на самом деле реакция одурманенного мозга ощущение непередаваемые сказала мисс карнебе очень сильные ощущения это был главный козырь в его игре кивнул поро обаяние сильной личности умение возбуждать массовую истерию плюс воздействие наркотиков но на самом деле у него была и другая цель одинокие женщины одна за другой одерживаемые благодарностью и религиозным рвением составляли завещание в пользу секты и вскоре умирали умирали у себя дома и по всем признакам от естественных причин а на самом деле постараюсь объяснить не вдаваясь в технические детали можно создать усиленные штампы некоторых бактерий вырастить их а затем ввести в организм например бацилла колли коммунис вызывает язвенный колит тифозные бактерии тиф а пневмокок воспаление легких кроме того существует так называемый туберкулин безвредный для здоровых но активизирующий старые туберкулезные очаги понимаете как все это продумано больные умрут через какое-то время а в разных концах страны их будут наблюдать разные врачи и конечно же никто ничего не заподозрит никакого риска думаю он вывел и некоторое вещество замедляющее но вместе с тем усиливающее воздействие соответствующей бациллы в жизни не видел таких мерзавцев не выдержал старший инспектор следуя моим инструкциям продолжал пуаро вы сказали ему что перенесли туберкулез когда коул арестовал андерсона в его шприце был туберкулин поскольку вы абсолютно здоровы он не причинил бы вам никакого вреда потому я и упирал на вашу якобы предрасположенность к туберкулезу я боялся что он сколит вам чего-нибудь более опасное риск был очень велик о ерунда бодро заявила мисс карнебе я совершенно не боюсь риска я боюсь только быков без привязи или что-нибудь в этом роде а достаточно у вас улик чтобы отправить этого негодяя за решетку улик хоть отбавляй усмехнулся джеб лаборатория бактерии в общем весь расклад не исключено что за ним тянется целый шлейф преступлений добавил пуаро думаю и из того германского университета его попросили вовсе не за то что мать у него была еврейкой это просто удобное оправдание его переезда в англию ну и способ заручиться сочувствием и вообще я думаю что он чистокровный ариец мисс карнебе вздохнула что случилось всполошился пуаро а мне вспомнился пояснила мисс карнебе замечательный сон который мне пригрезился на первом празднестве когда мне ввели дозу гашиша все было так замечательно ни воин ни бедности ни болезни ни уродства это надо же такому присниться усмехнулся джеб мисс карнебе вскочила на ноги ну мне пора заявила она эмили там волнуется да и агастас меня наверное заждался не иначе он боялся как бы вы в самом деле не умерли за иркюля пуаро улыбнулся маленький бельгиец информационный блок покупай выгодно на яндекс маркет средства для ухода за волосами и средства по уходу за телом со скидкой 30 процентов по промокоду от канала или аксессуары для мобильных телефонов 3 по цене двух еще больше выгодных и экономных покупок по ссылке в описании информационный блок а